Привет! Скучали по мне? Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина, лето подходит к концу, а это значит, что активность на моем канале возобновляется. Начать свой новый сезон я хочу с развлекательно-образовательного видео, которое будет интересно и школьникам, и взрослым, тем самым хочу ознаменовать свой настрой, продолжать выпускать видео и для школьников, и для взрослых. Я записываю это вступление, чтобы вам было понятно, что сейчас будет происходить. Думаю, кто-то из вас помнит, что в прошлом году я стала победителем конкурса NextUp, который проводит YouTube. И в ноябре прошло пятидневное обучение в Санкт-Петербурге от профессиональной продакшн-команды. Помимо меня в конкурсе победили еще 11 каналов. Мы все были поделены на команды, и у каждой команды была цель снять видео. И тогда я записывала материалы для этого видео, и мне удалось реализовать свою идею. Часть была добавлена в наше общее видео, и большая часть осталась мне. И наконец-то сейчас я все это смонтировала, и вы сейчас все это увидите. Ребят, я, можно сказать, заставила прочитать сложный текст. Его вы сейчас видите у себя на экране. Это искусственно составленный текст на проверку знаний орфоэпи. В нем можно постараться найти смысл, но лучше этого не делать. А сделать я вам предлагаю следующее. Поставьте видео сейчас на паузу, и прочитайте этот текст, постарайтесь запомнить, как вы ставили ударение. Это первый вариант. А второй вариант лучше всего. Перейдите по ссылке из описания к видео. Там скачайте файл с этим текстом, распечатайте его карандашом или ручкой, расставьте ударение в словах, и затем продолжайте смотреть это видео. Да, это долго сложно, но в этом есть смысл, вы себя проверите. Также вы можете файл не распечатывать, а на компьютере, цветом, например, выделить ударные звуки. Кстати, я допустила небольшую ошибку и не заменила в этом тексте все ЙО на Е, поэтому у ребят был бонус небольшой. И по ссылке в описании к видео будет два текста с ЙО и без ЙО. Если вы хотите максимального уровня сложности, то скачивайте файл, который будет называться без ЙО. Сейчас вы увидите представителей трех каналов. Таня плюс танцы, Рита Маргарита и Жизнь в деревне. Таню и Риту вы уже могли видеть в видео, в котором блогеры угадывали факты о русском языке. Если его еще не смотрели, то перейдите по подсказке и посмотрите. А с Валей и Артемом вы еще не знакомы, поэтому прошу любить, жаловать и не судить строго. Помните о том, что никто из участников не является филологом. Если вы останавливали видео или скачивали файл и расставляли ударения, то есть все-таки решили проверить себя, то сейчас вы будете видеть где-то здесь текст с расставленными ударениями. Зеленым цветом будут выделены слова, которые ребята будут произносить верно. Красным будут выделены неверно произнесенные слова, но ударение в них будет поставлено верно. То есть, например, я сейчас вам говорю тортов, вы перед собой видите тортов, за главной буквой выделено ударное гласное, и это слово выделено красным цветом. Это говорит о том, что произнесенное и написанное расходятся. Обратите на это внимание, чтобы вы не запутались. Также вы будете видеть слова, выделенные желтым цветом, и в них будет двойное ударение. Это говорит о том, что в таких словах можно и так, и так ставить ударение. Кстати, у меня есть видео о словах с равноправным ударением. Если его не смотрели, то перейдите под подсказки, посмотрите. Ну и помните о том, что это текст, в нем будут расставлены знаки припинания, в нем будут заглавные буквы, которые не будут являться ударными. То есть, если вы видите слово с якобы двойным ударением, но оно выделено либо зеленым, либо красным цветом, это не говорит о том, что в нем двойное ударение. Это говорит о том, что первая буква заглавная, даже если она гласная, а вторая ударная уже показывает на верную постановку ударения. Надеюсь, что вы не запутаетесь. Если останутся вопросы, то задавайте их в комментариях, и заодно проверьте, подписаны ли вы на канал. Если вдруг еще нет, то подпишитесь. Нажмите значок колокольчика, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео на канале. Становитесь спонсорами канала и получайте от меня дополнительные бонусы. И давайте смотреть, как ребята расставляли ударение в тексте. Ну, я вообще-то русский язык есть. Нет, правда, русский язык и я, мое второе имя. У меня уже язык заплетается. Кофе больше не наливайте. Балованный агент действительно... Он черпал удовольствие в покупке для своих детей мальчиковых штанишек, подростковых туфель, а также пеленок для новорожденной дочери, которую он увидел только мельком на улице. Эээ, чё? А, вероисповедание агента, которого не ком... Компроментировала? Чего? Компрометировала? Не знаю. Идем дальше. Принадлежность к аристократии. Свой гербовой знак он хранил вместе с фотографией умершего дяди украинца. Серьезно? Дядя украинца... Вот это подвох, наверное. Не позволяла ему менять гражданство, испытывать... Я помню это слово. Катарсис. От пребывания в портере театра, читать по сквили и выносить приговор. На его мышление влияло изучение традиций русской иконописи... Ико, ико, ико... Ико, ико... Не знаю я. Мы пропустим. Свидетельств о посмертных мытарствах души. Наверное. Да что вы выбрали вообще? Ладно. А вообще, что читает этот? Что за текст такой? Я репетировать буду потом. Так, он ощущал себя не еретиком... Еретиком? Не знаю, как это говорится. А избранником небес. И видел знамения последних времен в каждом новом изобретении. Экзальтированным друзьям агента было завидно, что он, как глубоко верующий христианин, посвящает свой досуг дому и никогда не покидает семью по воскресеньям. Он мастерски устроил заговор и начали его третировать. Они дразнили агента, навязывая его бесчувственной статуей красивее обнаженного Давида. И утверждали, что его жизнь нормирована до нельзя. В конце концов, они принудили его нарушить все табу. За всегда тай ресторанов, работники таможни и хозяева рудников, они повели его на воскресную вечеринку в кулинарию, где спиртное лилось прямо из водопровода. И поэтому его продавали втридорога. И только для давнишних друзей хозяева отпускали товар по оптовой цене. Очутившись за столиком, друзья заказали гренки, вино в пиале, свеклу, творог, щавель и языковую колбасу. Исчерпав все средства убедить нашего героя пригубить вина, его друзья подлили ему малую толику медицинского спирта в газированную воду. Ну и этого мизерного количества оказалось достаточно для того, чтобы облегчить намерение компании устроить дебош. Лицо агента начал обогроветь. Очки на три диоптрии сползли. Он кашлянул и предложил ходатайствовать о закончении договора. Ну или договора, не знаю как правильно, об организации целой индустрии по добыче гусениц и обеспечению их превращения в бабочек. Нас ждет, удивил он всех. Гарантированный успех, ведь аналога подобной индустрии не существует. Прибыль мы будем получать каждый квартал и сможем баллотироваться на пост президента. Произнесенная речь повлекла рассредоточение общего внимания, и агент ощутил тошноту, предвещающую инсульт. Блокировав приступ, агент предложил друзьям поехать в его зимовье, находящееся в 735 километрах от кулинарии, если двигаться наискось. Но тут он полностью забыл алфавит и всю языковую систему в целом потерял сознание. Очнулся он утром в помещении, где были закупорены все форточки, поэтому он понял, что находится в аэропорту. Как он добрался... Ааа, я поняла. Как он добрался до аэропорта, он не знал. Сидевший рядом столер сказал ему, как он брыкался, кричал. Кто не хочет идти в диспансер, кидался невесть откуда взявшимися кухонными ножами, за что его чуть не заключили под арест. Агент решил тотчас же позвонить домой и вдоль старого бензопровода, оставленного ржаветь и мешков с цементом, отправился к ближайшему таксофону на ходу, придумывая алиби. Все? Это ужасный текст. Кто это написал вообще? Я ничего не поняла. Действительно, когда впервые видишь этот текст, думаешь, откуда он вообще взялся, что это такое. Поэтому ребята большие молодцы, они с первого раза смогли довольно хорошо прочитать этот текст, несмотря ни на что. Я все-таки решила посчитать, сколько же каждый сделал ошибок. Победителя было найти непросто, потому что разница между первым, вторым и вторым и третьим местом составила всего по два слова. Меньше всего ошибок допустила Таня. У нее 27 ошибок. Правда, русский язык и я, мое второе имя. У Риты 29 ошибок, и если объединить усилия Артема и Вали, то получится 31 ошибка. Надеюсь, что вы поверите моим подсчетам, потому что если бы я не монтировала видео, то оно бы получилось в 4 раза длиннее, если бы вы смотрели речь каждого. Поэтому поверьте мне, я пересчитывала все много раз. И, кстати, по поводу подсчетов, вы видели, что некоторые слова ребята произносили сначала одним образом, потом другим образом. Например, сначала правильно, потом неправильно, либо наоборот. Такие слова я всем засчитывала как неверные. Неважно, вначале был правильный вариант, затем неправильный, либо наоборот. Надеюсь, что такой вариант мы вместе с вами признаем наиболее честным. Но даже если бы каждому такие слова я бы засчитала как верно принесенные, то результат бы все равно не поменялся. В описании к видео вы найдете ссылки на каналы ребят, поэтому переходите, подписывайтесь на них, пишите в комментариях под их видео, что вы от меня передавайте привет. Спасибо вам большое за просмотр. Если остались вопросы, не связанные с темой этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подписывайтесь на новости моего сайта, на мой инстаграм, и будьте и решу, ведь я все решу, люблю вас, всех целую, удачи, пока-пока. На его мышление влияло изучение традиций русской иконопис... Ико, 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 ико... Ико, ико... Не знаю я. Мы пропустим. Да что вы выбрали вообще? Ладно. А вообще, что читает это? Что за текст такой? Я репетировать буду потом. Ну... Ну...